На встрече присутствовали председатель территориальной профсоюзной организации общества Луко-Западная Сибирь Иван Энс, представители профактива предприятий нефтегазодобычи, бурения, транспорта, энергоснабжения, социального обслуживания. Представители профсоюзных переведчик ТПП Лангипаса, Урая, Покачей, Ямала участвовали в работе в режиме видеоконференц-связи. Георгий Кирадеев остановился на злободневных вопросах, касающихся сложной эпидемиологической ситуации, рекомендовал профактиву активно способствовать соблюдению профилактических мер защиты от распространения вируса в коллективах ради сохранения здоровья работников и особо обратил внимание присутствующих на важность своевременной вакцинации. Радует то, что я в тот раз на той встрече обещал. Это перевод, возврат к полноценной рабочей неделе. Мы добились, нашли взаимопонимание с президентом, вернули все на круги своя с 1 июля. Второе, это, конечно же, самый злободневный на сегодняшний день вопрос. Это вопрос ковида. И, наверное, все же важно понимать всем, что никто, нужно понимать, никто никому не уговаривает. Я не могу об этом не говорить, поэтому я говорю. Это вакцинация. Я в эти вещи верю. Наша вакцинация, наша наука в этом плане российская, она всегда советская, она всегда была передовой. Взаимное уважение к друг другу должно быть. Если надо прививаться, то надо прививаться. Георгий Михайлович рассказал о задачах и ближайших планах, а также о мероприятиях в рамках 30-летия Паулу Койл, выполнение которых во многом будет зависеть от обстановки с пандемией. К сожалению, не все, наверное, удается из-за ухудшения ситуации. Перенесли конкурс профессионального мастерства на следующий год. Дай Бог, чтобы ситуация не ухудшилась и позволила нашим территориям, нашим городам, предприятиям провести профессиональный праздник, хоть в каком-то более масштабном виде. Это День нефтяника. Ну и все мероприятия, которые связаны с юбилеем, который в ноябре, чтобы они прошли. Георгий Киродеев еще раз поздравил общество «Лукоил Западная Сибирь», сборная команда которой стала лидером седьмой спартакиады работников организации группы «Лукоил». И поблагодарил территориальную профсоюзную организацию и ее председателя Ивана Энса за достойную подготовку к участию в этом масштабном спортивном мероприятии сборной команды «Западная Сибирь». Председатель Совета МОПО ответил на вопрос участников встречи. Подводя итоги, он подчеркнул, что и компании «Профсоюз» активно работают, и впереди множество проектов, воплощение которых всегда важна поддержка профсоюзных организаций. Ну вы, Георгий Михайлович, оптимист. Это же качество вас не покидает в нижней ситуации, да? Ну, по-другому сегодня нельзя. Во всем нужно быть оптимистом. Потому что и так все вокруг так печально, все эти санкции, пандемия. И тогда столько в жизни мало радости осталось, что если быть еще и пессимистом, то вообще можно где-то там зачерцветь и заржаветь. Конечно, это не в моем стиле, не в моем характере. Но и должность мне не позволяет. Конечно, надо быть среди людей, надо людей подбодрять. Надо говорить людям правду.